Всем привет! Сегодня у нас будет на прямом, на живом примере буду показывать, как можно затапить различные звуки. У нас манго-шамасека, тут у нас звуков полно, причем интересных звуков, и в общем с комментариями я буду говорить, что-то так тут происходит. Тут у нас уже все уже готово, в принципе, я пытаюсь найти страничку, на которой остановилась, по-моему, на 15-й странице как раз и остановилась, да. Я надеюсь, ничего такого пошлого не будет, чтобы мне потом это вырезать отсюда из видео, не надо было ничего. Смотрите, при переводе звуков, чем я пользуюсь? Нахожу звук, во-первых, да, тут допустим У, потом маленькая ЦУ и Дори идет. Значит, У Дори получается. Скорее всего, это даже и не звук, возможно, это какое-то слово, ну, не знаю. У Дори, как это так, У Дори. Вот эта маленькая ЦУ, если она стоит перед согласной, то есть перед какой-нибудь буковкой, вот такой, да, она удваивает вот эту согласную. Вот это, допустим, звук ДО, ТО, ТО, это звук ТО, глухой звук. Значит, получается, что это получается не ТО, а ТТО, ну, как бы ТО. Они как-то, вот эту бутылку Т, они как бы удваивают, и будет это ТО. Я не знаю, как это конкретно произнести, но надеюсь, те, кто на японском говорят, как-то лучше могут это дело объяснить. Я на японском не говорю, я только пытаюсь переводить по чуть-чуть. До сих пор, хотя я еще не делаю ни одного нормального курса японского языка, то есть я пока что учусь все еще сама лучкой. Гугл-переводчик мне в этом помогает, но не только Гугл-переводчик, я еще другими средствами пользуюсь, да, там, какой-то сайтик, Романджи, какой-то там, не помню сайт, как это называется. Ну, там несколько это сайтов, в которых фавориты сидят, я на них частенько еще значение всяких разных различных хероглифов смотрю. Вот, но звуки-звуки-переводи мы, я, по крайней мере, провожу в основном по сайту Аниманго. Бывают такие звуки, которые здесь в этом словаре нету. Тут приходится, значит, самому подумывать, либо по ситуации, либо по звучанию что-то там придумать, либо там бывает такое, что он совсем не понимает, что там за звук, что происходит, возможно, это происходит в слово, да, а не звук, ну, не звук, а какой-то слово, просто написанное таким образом. Можно это слово перевести в том же Гугле, в переводчике, можно это слово просто-напросто не в переводчик засунуть, а просто в поисковик засунуть, поисковую строку вы сюда вот, и поискать с английским. То есть как бы пишите вот это вот словечко непонятное или звук какой-то, а дальше по-английски what means, допустим, написать, что означает. Если вы будете искать по-русски, то, естественно, вы, скорее всего, ничего не найдёте, потому что на русском языке очень мало таких вот ресурсов, где можно найти то или иное объяснение звуков. А вот на английском языке там полно всяких сайтов, где всё-всё-всё объясняется. Значит, если вы не знаете хирогану и катакану японскую, то, в принципе, вот на этом сайте это вам и не обязательно знать. У нас есть тут сразу же, мы можем либо писать сами квадратурой на японском какое-то значение здесь, либо мы кликаем сюда, либо сюда, выбираем, что мы хотим перевести. Допустим, берём катакану и ищем, вот эта вот буковка, она похожа у нас на что-нибудь из этого или нет. Конечно, если вы выучите этот алфавитик катакану и хирогану, вам будет намного быстрее это делаться, поэтому советую хотя бы вот алфавит чисто научить. Сам японский учить не обязательно, просто алфавит этот знать, чтобы примерно знать, что тут за звуки такие написаны. Вам там будет больше, быстрее переводиться. Что нужно знать про хирогану и катакану? Катакану, она более угловато выглядит, а хирогану более закриклённая. В катакану обычно переводят какие-то звуки, такие более резкие звуки, да, ну, это если мы конкретно звуков касаемся, да, то есть как бы катакану ещё, пользуются катакану, и когда они пытаются этим какое-то английское слово написать, или там какое-то слово выделить каким-то особым, таким вот, мы, допустим, подчёркивание, там, берём, да, либо жирным шрифтом выделяем, а они ещё могут, чтобы выделить слово, они ещё могут катакану написать его для ещё большего такого пущего значения, придаёт ему этому слову. Ладно, значит, мы сейчас не к словам придираемся, не к словам разбираем, а звуки. Значит, звуки, те, которые более резкие такие звуки, они чаще всего пишутся катаканой, потому что катакан, она такая более квадратная, и она как бы по систематике, не систематике, нет, в externally систематике называется, да, то есть как бы сам звук, он выглядит так же резко, как и сама буква, допустим. Семантика, семантика, семантические слова, да, в данном семантике называется. А хироган, она такая более плавная, более круглая, и, соответственно, звуки там тоже такие более плавненькие, кругленькие, или там крути, или там верти, или что-то там духи бывают, Бывает, там, или там понь какой-нибудь обычно пишется хироганой. Какой он там, ты дрищет, а чаще всего это катакана бывает. Ладно, поехали. Здесь у нас сам звук видно, что он кругленький. Значит, это у нас хирогана. Ищем буковка У, потом вот эта буковка маленькая СУ, вот эта вот, да, маленькая. Вот в данном случае, честно говоря, я не знаю, как у нас ее искать. Попробуем пока что без нее поискать. Получается У, ТО, РИ. У, потом у нас идет ТО, И, давай, ТО нажмись. И, РИ. Вот это вот РИ, вот это вот, раз, два. И соответствует она вот здесь вот так. Просто дело в том, что у них написания, бывают шрифты, так сказать, разные. И вот это вот РИ, оно пишется либо вот так, да, маленькая и длинная, либо вот так, как буква, как английская Н, с таким вот хвостиком получается. Очень часто поначалу путаются с буковкой И, но у И наоборот. Первая длинная, первая вот эта вот длинная палка идет, потом коротенькая. У РИ наоборот, то есть сначала идет маленькая, потом длинная палочка. Если идет сначала маленькая, потом длинная, значит это у нас РИ именно. Именно в эту сторону заворачивается. У нас есть еще в катакане вот такая буковка, да, вот это у нас РИ, а вот это вот у нас РО, да. Погодите, РУ, это РУ у нас получается. Я вот катакану чуть хуже знаю, чем Хирогану, потому что ее не так часто используют. Она, у нее хвостики в другую сторону идут. Ну, то есть, ну, это по мере практики у вас это все дело наверстается. Если звук начался на буковку Хироганы, то и все остальные звуки, все остальные буковки, они тоже Хироганские. То есть, не будет такого, что здесь написано это Хирогана, потом Хирогана, потом катакана, и потом снова вдруг Хироган написано. Если звук начался на хирогану, то он и закончится на хирогану, то есть полностью будет хирогана. Если звук начался на катакану, то и все остальные буковки тоже будут на катакане. У них нет такого, что звуков мешается, там одна буковка там, другая оттуда. Такого они не делают, слава богу. Пишем букву РИ и пробуем найти, что нам выдаст. Такого у нас не найдено результата. Попробуем дать сюда маленькую СУ еще истеркнуть. Единственное, что мне тут нравится, когда мы на этом сайте сидим. Я, допустим, хочу эту маленькую СУ впихнуть вот между вот этими двумя буковками. Я вот поставила курсор сюда, пихаю маленькую СУ, где она, кстати говоря, тут маленькой СУ хоть и нету. Это то, что тоже вторая фигня, которая мне так не нравится. Есть только большая СУ. Попробуем ее впихнуть и она впихивается все равно как последняя буковка. Придется это все сделать, стирать вот так вот и заводить по новой. Вот так, потом у нас какая там буковка была ТО и потом РИ. Вот так вот надо искать. Тоже у нас ничего не нашел. Скорее всего, это не звук, это, скорее всего, какое-то словечко. Можно пробовать еще маленькую ЦУ написать самому. Но обычно маленькую ЦУ, она тут на этом сайте вообще значения практически никакого не имеет. И когда вы пишете большую ЦУ, то она автоматически как маленькая считается. Давайте переключимся на язык японский. Где у меня он там, японский? Хирогана и маленькую ЦУ. Маленькую ЦУ написать можно следующим образом. Следующий у нас звук буква ТО. Пишем ТТО. И у нас автоматически ставят нам то, что нам нужно. Вторая ТО мне не нужна. Давай ищи вот такое. Тоже ничего не нашел. Кресил откуда слово. Копируем это в штукенцию и будем искать это дело уже в Гугле. Гугл Транслейтер. Пока что это как бы самый простенький вариант. Если тут ничего не найти, то будем искать дальше. Тут у нас переводится слово как упорительный. То есть это слово по значению очень подходит к этой картинке. То есть скорее всего упорительный это все-таки относится именно сюда. Теперь осталось только более-менее грамотно сказать это по-русски. Я же не буду писать сюда, правда, но всегда такой четкий резкий перевод. Упорительный. Я скорее всего тут напишу, что в блаженстве или там, не знаю. В блаженстве оно слишком длинное слово. Тут у нас всего раз, два, три буковки, да, там три слога точнее. Еще один маленький слог получается. А если мы пишем в блаженстве, то это очень длинно получается. Старайтесь, когда опируете звуки, находить какие-то такие слова, которые по длине более-менее подходят к этому моменту. Давайте посмотрим, что это можно написать вообще. Упоительно, да, упоительно. Давайте посмотрим, какие у нас есть синонимы слова упоительно. Я русский язык не очень хорошо знаю. И синонимы у меня плоховастенько. Значит, дающие упоение, восхитительные, великолепные. О, господи, упоительные, синонимы. Пишу на японском. Извиняюсь. Русский. Си-но-ни-мы. Эндер. А, восхитительный, чарующий, пленительный, волнующий прелесть. Восхитительный, чарующий, дивный, пленится чудесно, чудно. Цветущий райский, да, дивный. О, господи. Упои, мне нужно даже не упоительное, а упои, упоевается, как-то по-русски звучит. Упоеваться. О, господи. У-по-и-ва-ца. Уповаться, наверное, да? У-по. Давайте без И. Уповаться. Уповать. Надеяться, осчитывать, это не то слово. А, господи, наслаждаться, может быть, так. Наслаждаться. К наслаждению. Экстаз. Вот, вот, хорошее слово. В экстазе, да? То есть, оно и коротенькое, и к картинке очень даже подходит. В экстазе, да? То есть, так мы напишем. Где у нас звуки? Какой бы шрифт, я бы, за счастью, применить. Так, теперь у нас вторая задача. Мы перевели звук. Вторая задача, это подобрать подходящий шрифт. Здесь у нас шрифт такой кругленький, немножко кривовастенький. У меня такого тут шрифта в этом списке нет. Давайте, пока что, просто напишу слово в экстазе. Экстазе. Его, конечно, поставим повыше слова вот этого. Сделаем его побольше. Здесь уже размер, то есть, как бы, вот это вот можно, ну, какого, скалировать, да? Изменять размер, как вам удобно. Можете вот такое сделать, да? Все равно потом будете по... Короче, про это расскажу, давайте, в отдельном видеоке, что я тут имею в виду. То, что букву мы сужаем, когда мы просто вот так вот размер шрифта меняем, мы буквы сужаем, да, расстояние между ними. То есть, как бы, это, хоть и написано, что это размер 241, но, на самом деле, это 241 узкий размер. То есть, 241 у нас это размер вот этот вот, а вот такой он, он неправильный получается, да? То есть, если я хочу сделать настоящий 241 размер, я кликаю, должно, сюда, 241. И еще мне нужно, чтобы он был 100% по ширине, но он, видите, мы его уже один раз исказили, и получается, что он у нас уже не пропорциональный, то есть неправильной ширины стоит. Но так как это у нас звуки, то можно звуки менять размер вот таким способом. Когда вы пишете вот здесь вот эти буковки, то, пожалуйста, не пользуйтесь вот таким вот изменением размеров букв. Ну, это обычно в другом видеоролике объяснил. Значит, так, нам нужно этот в экстазе подобрать подходящий шрифт и подобрать подходящий стиль. Значит, слушайте, по-моему, очень даже неплохой был, это самое, выбрала шрифт. Наверное, такой я оставлю. Как-то мне так повезло, что прям очень хорошо бы посовпало. Тесликс документ называется этот шрифт. Можно, конечно, что-нибудь другое посмотреть. Сардж. Да, тоже неплохой, в принципе, больше подходит, да? Давайте вот это ставим. Хорошо, сардж принт оставим. Значит, что теперь дальше делаем? У нас буковки поставим пока что цвет беленький, а ставим так пока что. Дальше у нас идет черная обводка, белая обводка. Черная обводка – это первая обводка, внешнее свечение – это вторая обводка. У меня автоматически все стоит как надо. Про это тоже давно куча рассказывала. Теперь нам нужно сделать этот самый узор. Узор у нас тут сложненький. У меня в арсенале моих узоров такого нет. У меня есть какие-то полоски, какие-то точки, какие-то всякие непонятные штукенции. Но то, что здесь стоит, у меня такого нет. Здесь у нас узор, блин, я убрала обводки. Что, что буду делать? Обводка раз, обводка два. Окей. Давайте пока что сохранимся на этой стадии. Здесь у нас узор вспышки. Раз, вспышка. Тут еще какая-то вспышка, тут вспышка. То есть можно сделать узор самому. Единственная проблема здесь в том, что из вот такого маленького фрагментика очень сложно будет мне такую вспышку восстановить. То есть нарисовать самую такую вспышку мне будет сложно. Что я буду делать? Во-первых, я поищу в ближайших страничках вот этой манги, есть ли подобный какой-то узор со вспышками. Потому что, по-моему, где-то я вот такое видела уже. Хотя, возможно, это была не эта глава, возможно, была другая глава. Сейчас посмотрим, если найду, если не найду, то посмотрим в другом месте. Так. Здесь у нас все молния, обычных вспышек, сияющих. Даже не вспышки там, а сияющие такие, блестящие какие-то. Нет, такого у нас в этой клаве нету. Можно тратить немножко времени и поискать другое, конечно, манги. Но я попробую найти через интернет какой-нибудь подходящий узорчик. Значит, нам нужно узор узор. Как будет узор по-английски? Уже забываю. Значит, мне нужно с русского на английский, пожалуйста. Слово узор. Узор. Screen tone или pattern. Вот что это вспомнила. По-моему, pattern. Значит, кира-кира. Кира-кира, pattern. Только на английском. Кира-кира. Почему кира-кира пишу? Потому что кира означает с японского сверк-сверк. Сверкая-сверкая. Вот тут это не совсем. Попробуем сюда брать манга. Слово манга. То есть, манга-паттерн. Тоже не особо все находит. Давайте вместо паттерн напишем screen tone. Кира-кира, манга-скрин-тон. Даже более-менее то, что нам нужно. Но все равно немножко не то. Не те самые кира-кира. Все не то. Так, если просто манга-скрин-тон без кира-кира, что он нам покажет? Это все не то. В общем, я немножко потрачу время, чтобы найти нужный мне скрин-тон. А я вам, для вас, сделаю скоб. Поиски скоб. Так, ну вот, более-менее нашла какой-то узорчик. Я его переверну. И будет мне более-менее то, что надо. Там, конечно, не так часто эти вот сверки были. В принципе, можно создать и по-другому. Я сейчас только правильно поняла, что это довольно-таки другое сделать. И как-нибудь надо будет это сделать. Делаем. Значит, кликаем сюда. Да, я, скорее всего, потом сделаю отдельную эту самую такую кисточку. И эту кисточку потом выложу в интернет, чтобы вы тоже могли ее пользоваться. То есть, смотрите, получается, нам нужен такой скрин-тончик всего лишь, да? Но для меня он сверки вот эти слишком часто друг другу располагаются. Здесь можно сделать следующее. Я либо возьму вот этот вот скрин-тон, переверну его, да? И там вот такой кусочек ременьки я только возьму. И сделаю скрин-точек для этой буковки. Но я, наверное, сделаю все-таки немножко по-другому. Потому что хочу, чтобы... Хочу делать какую-то штуку, которую смогу пользоваться в дальнейшем. Потому что в дальнейшем, возможно, мне понадобится скрин-тон еще разочек, да? И его можно будет как-нибудь создать самому. И очень довольно-таки быстро, просто сделать следующее. Значит, я кликаю в файл, создать. Без разницы, какой размер, в принципе. Значит, у нас есть слой фон. Мне нужно создать кисточку. То есть, я сейчас фрагментик. Я вот сейчас думаю, лучше ли... Наверное, все-таки фотошоп. Фрагментик. Так, кликаем. Редактирование. Создать кисть. Называем Sparkle. Sparkle. Все. У меня теперь есть кисточка Sparkle. Вот. Извиняюсь. Я ее пальцем сделала. Теперь делаем новый файлик. Давайте побольше. 100. Давайте 400 на 400 сделаем. Он у меня должен быть градиентом. Да? Серенький. Тут белый, там серый. Хорошо. Попробуем сделать так. Значит, из серого. Вот такого. Переходим в белый. Градиент. Градиент. Где у нас градиент? Где это уже быть? Давайте вот так. Наоборот. Надо было. Ctrl Z. Вот так. Вот так. Да? Сойдет? Вот такой будет градиент. Теперь берем кисточку. Ищем наш Sparkle. Sparkle, Markle. Вот он, наш Sparkle. Где у меня... Господи. Вот они, всякие инструментарии. Соответственно, мне нужен интервал побольше, чтобы отдельно вот так вот кликать, вот так вот, да? И получать все различные эти вспышки. То есть, если я вот так буду возить, то он будет так пока вот. Если я сделаю интервал поменьше, то он будет как сплошную такую линию вести. Мне такое не нужно, поэтому я делаю интервал побольше. Вот такой примерно. Дальше что мне нужно? Мне нужно, чтобы он немножко подкручивал его, да? Там есть подкрутка? Секундочку. Подкрутки, да, в принципе, нет. Подкрутки нет, но подкрутку мне не надо. Мне нужно размер больше-меньше сделать. О, Господи. Динамика формы. Минимальный диаметр. Колебания размера. Вот нашла. Мы ищем от самого маленького до самого большого. Вот такого. Вот такого. До такого будет мне колебаться. И один раз он вот такой, второй раз такой, видите, и он колеблется. То есть он будет больше, а то меньше становится. Давайте просто уберем. Новый фон сделаем. Новый слой сделаем. Что еще мне нужно здесь? Минимальный диаметр. Ну, это не то. Колебания угла. Колебания угла нам, в результате, чего не нужно. Сужать и рассужать нам тоже не нужно. Но, в принципе, достаточно вот такого. Интенсивность. Интенсивность. В принципе, тут везде одинаково. Да, пойдет. Сама форма меню читается. Ну, ладно. Значит, смысл не в этом. Значит, у нас есть, значит, градиентик. Нам теперь нужно беденьким и нарисовать. И кликаем. Тык-тык-тык-тык. Временно вот такие у нас будут вспышечки. То есть у нас мы один раз сделали форму вот этой вспышки. Конечно, наверное, она такая немножко кривоватая. Я, наверное, все-таки переделаю немножко. И сделали буквально один вход в фон вот этот градиентчик. Переход. И мы можем в любом порядке нарисовать то, что нам нужно. Я немножко делала размер поменьше. Вот такой вот. И буду... Тык-тык-тык-тык. У меня получилось уже более-менее какой-то узорчик. Что-то мне не нравится. Давайте чуть-чуть побольше сделаем его. Вот так вот. Тык-тык-тык-тык. И немножко интервал хочу побольше сделать. Между ними. Вот так. Во. Вот это уже получше. Тут-тут. Вот таким вот. Тут-то мне получается. Все. Супер. Узорчик готов. Осталось его редактировать, определить как узор. Какой он будет? Узор 5. Возвращаемся к нашим буковкам. Довольно долго идет этот самый Эльстрис. Господи, это болталось здесь довольно-таки долго. Мы до тех пор... Мы почти полчаса делаем один только звук. Но это... Потому что я много чего рассказывала. Ой. Ну вот уже пошли... Подошли, кстати, к финалу. Видите, так. Обводка стоит. Наложение узора. Выбираем наш узор вот такой вот. Окей. Как он смотрится. Его практически не видно. Почему? Ага. Потому что он... Ага. Поняла. Ага. Нам нужно размер его поменьше сделать. Или надо было побольше. Вот так вот хорошо, да? Если побольше сделают, то и вот вообще нифига не видно. Где-то было на 40... Вот так вот хорошо. Во. Отлично. Видно что-то вспышечки. Какие-то... Какие-то... Здесь переходы-то мне не нравятся. Так. Вот. Нет. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Господи. Еще поймать нужно момент нужный. Вот этот вот хорошо. Не очень понятно, что, конечно, там вспышки. Но ладно. Если поменьше сделаю, то уже тут полоса такая видна. Эта полоса мне не нужна. И побольше. Вот так вот. Вот это хорошо. Все. Остановимся на этом варианте. То есть у меня создала свой... Получается свою кисточку создала. Свой узор создала. И получился вот такая вот... Получилась такая фигня. Тут у нас есть переходик, который мне не нравится. Давайте его поменяем все-таки. Наложение узора. Проценты. Вот так. 53. Больше не видно никаких полосок лишних. Вот так вот и хорошо. Да? Да. И видно, что это у нас вспышки. Все прекрасно. Пока. Так. Мы уже определились с узором. Последнее, что осталось сделать, это поставить на нужное место. Подкрутить. Я уже немножко подкрутила. Значит, у нас оригинал выглядывает с этой стороны рамки и с этой стороны рамки. Мы примерно такой же его и ставим. То есть, здесь он выглядывает немножко. И сверху тоже немножечко выглядывает. То, что у нас в оригинале, вот эта буковка маленькая, мы на этом внимания затрать не будем. Мы оставим так, как вот сейчас стоит. Почему? Потому что в русском языке, если мы поставим... Ну, у нас получается в... Потом буковка Э идет, как в большие должны стоять. Если мы букву КС сделаем меньше, то нам, русскому человеку, да, ну, русским людям, будет непонятно, почему вдруг была большая буковка, потом две маленькие, потом снова остальные большие. То есть, как бы, смысла в этом уменьшении двух буков у нас нет никаких. В японском это понятно, потому что, ну, надо было подчеркнуть, что это не большая отцу, а это была маленькая отцу. Ну, а мы, получается, немножко закроем картиночку, но, что поделать, иногда приходится жертвовать чем-то. Что-то, если у вас вдруг съехал этот самый, как называется, узор, да, допустим, когда передвигаем с места на место буковки, узор, бывает, съезжает. И чтобы он вернулся на место, кликаем два раза на этот самый, на наши стиль слоя, наложение узора, и кликаем на кнопочку «Привязать» сначала координат, и он сразу же скакивает на нужное место. Есть еще способ, по-моему, с белым этим курсором, с инструментом белая, вот этот фотос, по-моему, да? И, по-моему, в нем можно как-то двигать. Нет? Нет, значит, это не в той программке была. Значит, у меня здесь, ну, оно съехало. Давайте снова еще с экстази, ну, а за него узора, «Привязать» сначала проигнат, все. Значит, мы что сделали? Мы перевели звук, мы его затайпили, то есть мы подобрали нужный шрифт, нужный этот самый стиль слоя сделали, стиль узора сделали, то есть обводки, узорчик сами сделали, и третье – нужно было сделать расположение правильно поставить. Вот от начала и до конца, вот одного такого узора мы потратили время, полчаса примерно у нас прошло, чтобы сделать один узорчик, чтобы сделать один звук. Бывает такое, что довольно сложно сделать. Это видео дает так долго, потому что я еще куча всего болтала при этом, и себе одни болтала, я наверняка сделала бы это буквально за минут, ну, пять, наверное, так вот, примерно. Но я хотела показать более-менее конкретно, длинно, чтобы все все поняли. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok